Виталий Хаев, именно тот актер, чья творческая биография в кино стартовала в 35-летнем возрасте. Чаще всего ему выпадают роли отрицательных героев. Впрочем, даже в таком амплуа у артиста получается находить и демонстрировать другие стороны своего персонажа. Это заставляет зрителя задуматься о том, что у каждого проявление зла есть на то свои причины. Говоря в интервью о личной жизни, актер шутит, что был женат три раза. Два из них официально и каждый раз по любви. Первой супругой Виталия стал наполовину цыганка по имени Жанна. Они вместе служили в ансамбле Вишневского. Союз не выдержал испытания временем, но расстались молодые люди спокойно и даже станцевали вальс в ЗАГСе во время развода. От второго брака у актера есть двое сыновей. Старшего зовут Владислав, младшего Георгий. Они живут отдельно. Со второй женой Инны, также выпускницей актерского факультета Щуки, актер сблизился во время службы в театре Владимира Клименко. Свадьбу гуляли всей труппой. Рождение у супругов первенца Владислава поставила крест на творческой карьере Инны. Она занялась домом и со временем получила профессию учителя, а затем и переводчицы. Становление молодой семьи пришлось на 90-е. Чтобы прокормить семью Хаев, подрабатывал Дедом Морозом на детских утренниках. Сначала пара снимала комнату в Москве, затем переехала к тёще в Обнинск, Калужской области. Работать актер продолжал в Москве, где со временем купил квартиру. К тому времени семья их уже распалась. Бывшие супруги до сих пор поддерживают дружескую связь. О своем третьем браке, который так и остался гражданским, Виталий Евгеньевич не рассказывает. Но в 2018 году в интервью он упомянул, что вновь стал завидным холостяком, был полностью освобожден, жил один и сосредоточился на карьере. В сентябре 2023 года актер пришел на премьеру фирмы «Праздники», в котором исполнил главную роль. Сдана Янкис, не так давно отметивший 33-летие. Журналисты сразу окрестили ее новой избранницей Хаева, но пара, улыбавшись и державшись за руку, комментариев на этот повод не дала.